Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций и приступаем к клинико-анатомическому разбору больного с гастро-изофагально-рефлюксной болезнью. Итак, в наш стационар поступил пациент до 65 лет. Был госпитализирован в реанимационное отделение с направительным диагнозом правосторонняя полисегментарная пневмония. Жалобы беспокоят упорная многолетняя боль в эпигастре после приема пищи, чувство кома в горле, затрудненное глотание твердой пищи, кашель с мокротой и отдышка в положении лежа. Из анамнеза заболевания было известно, что считает себя больным с 6 января 2020 года, когда отметил повышение температуры тела до 38,5 градусов и боль в грудной клетке справа. Лечился дома лекарственными препаратами амоксициклин с клавуановой кислотой, амбраксол без эффекта. 14 января госпитализирован в инфекционную больницу, где проходил лечение по поводу деструктивной правосторонней полисегментарной пневмонии. И 20 января был переведен к нам в больницу. Также в анамнезе у пациента рак желудка с гастроктомией в 2017 году. Курсы лучевой терапии и химиотерапии в 2017 и 2018 годах. Кроме того, у больного длительный стаж гипертонической болезни, которую он не лечил и не контролировал. Облитерирующий атеросклероз артерии нижних конечностей, что в принципе логично. И гастроизофагально-рефлюксная болезнь с 2016 года, по поводу чего он периодически принимает альмогель. При поступлении состояние было тяжелое, температура 36,5, пациент был кахексичен, кожные покровы бледные. Кроме того, обращала на себя внимание пастозность голени и стоп. Дыхание жесткое, справа в верхних отделах выслушивается амфорическое дыхание. Влажные мелкопузырчатые хрипы. Частота дыхания 24-26 в минуту. Тоны сердца были ясны, ритм правильный, шумов не было. Круно обращал на себя внимание частота сердечных сокращений на слух 100 ударов в минуту. При измерении артериального давления выявлено нормальные цифры 130 и 70 мм тутного столба. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Стул нормальный, симптом поклачивания отрицательный. Дезурии не было. В анализах крови обращаю на себя внимание гипопротеинумия с гипоальбуминами, гиперазотамия с повышением креатинина и мочевины, повышение глюкозы крови до 8,8. АЛТ в норме, АСТ повышен до 43 единиц на литр. Натрий 147, калий 2,4 ммл. То есть у пациента была гипокалиемия. В общем анализе крови. Гемоглобин 100 грамм на литр, норма цитарная, анемия лейкоцитоз 14,7, тромбоцитопения 78 на 10 в девятой степени и умеренное повышение соя 29 мм в час. Однако при снятии пленки на ЭКГ у пациента синусовая брадикардия с частотой 53-55 ударов в минуту, электрическая ось сердца отклонена влево, наблюдаются желудочковые экстрасистолы. Вот вы можете их увидеть. И нельзя исключить рубцовые изменения в задней стенке сердца. По рентгенографии органов грудной клетки описывают следующее. Тотальный выпад справа, двухсторонняя полисегментарная пневмония, эмфизема и пневмосклероз. Если приглядеться, то верхние доли вы можете вот здесь вот увидеть. Как будто полость. Но, однако, рентгенологи нам этого не описали, поэтому в дальнейшем диагноз был построен следующим образом. Хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический обструктивный бронхит, обострение, осложнение двухсторонняя полисегментарная пневмония, эмфизема лёгких. В сопутствующий был вынесен диагноз рак желудка, гастроктомия от 2017 года, курсы лучевой и химиотерапия от 2017-2018 года. И облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Как вы можете заметить, ни слова не сказано об артериальной гипертензии, хотя это очень важно у этого пациента. Да и в принципе у любого пациента артериальную гипертензию, сахарный диабет, как мы уже неоднократно это подчёркивали, в первую очередь нужно писать и выявлять. Была назначена следующая терапия. Антибактериальная, инфузионная, противогрибковая и гипогликемическая терапия. По поводу гипогликемической терапии, наверное, с учётом того, что у пациента в анамнезе нет указаний на сахарный диабет, и кровь, скорее всего, ему просто брали либо не натощак, то есть насколько была объективно нужна эта терапия, вопрос. В дальнейшем было выполнено УЗИ органов брюшной полости и грудной клетки. Описана жидкость в плевральных полостях. Также нам специалист выдает следующее заключение, что нельзя исключить газ в правой плевральной полости. Необходимо дифференцировать с повышенной пневматизацией паренхимы лёгких. Образование в плевре, в правой плевральной полости. Диффузные изменения поджелудочной железы и печени. Выпад и уплотнение паранофральной клетчатки с обеих сторон. Кроме того, гиперплазия простаты. После чего пациент повторно был осмотрен терапевтом. Диагноз изменился. На первое место был вынесен рак желудка, комбинированное лечение, гастроктомия от 2017 года, химиотерапия, лучевая терапия. В осложнении двусторонняя полисегментарная пневмония. Возможно, как рассматривать эту пневмонию в рамках прогрессирования заболевания. Гидропневмоторок справа. Дыхательная недостаточность второй-третьей степени. Интоксикация, кахексия, хроническая болезнь почек. Нормоцитарная анемия пока лёгкой степени. Из сопутствующих ободлитерирующие атеросклероз сосудов нижних конечностей и хронической ишемии головного мозга и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В дальнейшем пациент был осмотрен хирургом. Решался вопрос о необходимости выполнения плевральной пункции. Кроме того, необходимо провести было статологическое исследование жидкости плевральной полости. Заключение. У больного двухсторонняя полисегментарная пневмония, резко выраженная справа на фоне эмфиземы лёгких. Жидкость в плевральных полостях больше справа. Как вы помните, это имеет тоже очень важное значение. Медиастинальная лимфоаденопатия и на момент осмотра показаний к экстренной плевральной пункции не было. 23 января пациент был переведён на ИВЛ. Из лабораторных исследований в динамике следующие результаты. Гемоглобин сохранялся на уровне 91 г на литр, 87-90 г на литр. Нормоцитарная анемия, уже ближе к средней степени тяжести. Тромбоцитопения сохранялась. Лейкоцитоз на протяжении всей госпитализации. И умеренное повышение соя. Из биохимических анализов крови также сохранялась гипопротеиномия за счёт гипоальбуминомии, повышенный креатинин и мочевина, билирубин. В течение госпитализации ещё на рост до 38. Сохранялась гипокалиемия, натрий на уровне 147 до 152. И умеренные цифры АЛТ, АСТ в конце вообще без повышения. Глюкоза крови на 23 января гипогликемия 3,7 ммл, что не очень хорошо. Скорее всего, как раз на фоне того, что пациенту была назначена гипогликемическая терапия. По коагулограмме повышение МНО, снижение протромбина по квику. По всей видимости, опять же, шло повреждение печени и снижение её функций. Выполнена эхокардиография, по данным которой выявлено снижение фракции выброса, как ранее перенесенный инфаркт миокарда, скорее всего в этом случае. Гипертрофия миокарда левого желудочка – это проявление гипертонической болезни. Как подтверждение того, что ранее пациент перенес инфаркт миокарда, сегментарная сократимость – умеренный диффузный гипокинез стенок. Также выявлены следы жидкости в полости перикарда, выпад в плевральных полостях. Митральная и трикоспитальная регургитация. Второй-третьей степени. Выполнен рентген-контроль. К сожалению, динамика была отрицательной, потому что усилилась слева и нарос выпад, и усилилась проявление пневмонии. И, к сожалению, 23-го числа на фоне нарастающих явлений полиорганной недостаточности у больного произошла остановка сердечной деятельности. Заключительный диагноз, который был вынесен на секцию. Рак желудка, гастроктомия от 2017 года, состояние после курсов лучевой и химиотерапии, метастазы в легкие и плево, потому что нам необходимо было объяснить изменения и по рентгенологическим исследованиям, и по УЗИ. С учетом того, что, как я вам показала, на рентгене грудной клетки мы даже видели что-то похожее на полость, вполне вероятно, что это был метастаз с распадом. Осложнение кахексия. Анемия, заметьте, не указана. Какая анемия и не указана? Ну, степень тяжести, конечно, лучше указывать, либо писать гемоглобин в скобках. Двухсторонняя полисегментарная пневмония, ИВЛ. Интоксикацию тоже не стоило выносить в диагноз. И отек головного мозга. Сопутствующая доброгачественная гиперплазия предстательной железы и облитерирующая тросклероз сосудов нижней конечности. И, к сожалению, ни слова не было сказано о том, что у пациента имеет место и постинфарктный кардиосклероз, и гипертоническая болезнь. Хотя, все это инструментально было подтверждено. На секции в культе желудка не было никаких изменений, однако в пищеводе мы видим, что слизистая, эрозивная, как плюс ткань выглядит. И патологоанатом дает нам заключение, что вполне вероятно, это не прогрессирование, а как первично множественный рак. И в этом случае так действительно оказалось аденокарцинома пищевода. Метастазы в плевру, это то, что нам описывали по данным УЗИ. И сейчас я вам вот тут вот белое, вот здесь белесые такие пятна, это и есть метастазы. Метастазы в верхнюю долю правого легкого с распадом, как раз то, о чем я вам сказала, и то, с чем пациенты изначально положили в инфекционную больницу. Гипертрофия левого желудочка, ротцовые изменения в области передней и задней стенки левого желудочка и инфаркт миокарда второго типа. На фоне нарастающей интоксикации, анемии у пациента с атеросклерозом сосудов, коронарных в том числе, произошел еще и инфаркт миокарда второго типа. Сонотическая индурация почек в рамках хронической сердечной недостаточности, с учетом того, что у пациента была и снижена и фракция выброса, и терапию он никакой не получал. Как вы можете видеть, почки темно-бордового цвета. Мускатная печень, тут даже неплохо видно, такая пестрая, тоже в рамках проявления застоя. Отек головного мозга и атеросклеротические бляшки, тоже белые. Так что диагноз хронической ишемии тоже мог быть вполне правомочен. Патологоанатомическое заключение было следующим. Первичном множественный рак, злокачественное новообразование нижней трети пищевода. Если мы с вами вспомним, основные жалобы пациента были вполне укладывающиеся в рамках именно образования пищевода с затруднением глотания твердой пищи, с болью за грудиной, такого постоянного ноющего характера. А если бы еще и обратили внимание на то, что у пациента была гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, то вполне можно было поставить еще на уровне первого осмотра очень близкий диагноз. Злокачественное новообразование тела желудка, так как мы его не могли никуда вынести, с учетом того, что это первично множественный рак, также пошел в основное заболевание. Коморбидная конкурирующая, постинфарктный кардиосклероз, потому что у пациента при поступлении, если вы, опять же, внимательно меня слушали, была и пастозность нижних конечностей, и одышка при положении лежа. То есть была некоторая декомпенсация сердечной недостаточности, которая потом и подтвердилась на секции, застоем и по малому кругу, и по большому. Постинфарктный кардиосклероз в переднем, боковой и задней стенках левого желудочка с стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, фон, гипертоническая болезнь. Сахарный диабет второго типа, повторюсь, патологоанатомы всегда сахарный диабет ставят по клиническим данным. Если клинице ставит сахарный диабет, то, скорее всего, и патологоанатомы его поставят, потому что это клинический диагноз, морфологический сахарный диабет от гипертонической болезни, к примеру, в сосудах никак не отличить. Поэтому патологоанатомы всегда, ну, чаще всего повторяют клинический диагноз. Склероз и липоматоз поджелудочной железы. В осложнениях раковая интоксикация, выпад в плевральных полостях, отек легких, двусторонняя нижнедалевая пневмония, полисегментарная очаговая пневмония, анемия по клиническим данным, инфаркт миокарда второго типа, печёночно-почечная недостаточность, венозное полнокровие, сбора индурации лёгких, цианатической индурации почек и селезёнки, кардиальный фиброз печени, по данным уже после гистологии, и отёк головного мозга с дислокацией ствола. Ну и в сопутствующие ушёл альтеросклерозаорты, мешочатая аневризма, инфраоргинального отдела аорты с пристеночным тромбозом, и хронический пиелонефрит, обострение, паховое гражесечение. Давайте обратим внимание на ключевые клинические позиции, которые могли бы дать возможность правильно поставить диагноз. Это мужчина 65 лет. В анамнезе уже есть рак, ну, рак желудка. Имеет место гастроизофагально-рефлюксная болезнь, что является фактором риска для развития аденокарцинома желудка. В дальнейшем я покажу вам видео, если вы ещё не видели, где Олег Вадимович Заратян очень подробно опишет этот каскад. Затруднение глотания у пациента было в жалобах. Кроме того, боль за грудиной, как я уже сказала, и чувство кома в горле. И сосудистый анамнез, который уже после первого освода был исключён из диагноза, что тоже было абсолютно неправильным, потому что у пациента две эти патологии были достаточно серьёзными в декомпенсации. Одышка в положении лёжа и кахексия. В анализах и инструментальных исследованиях в крови анемия, лейкоцитоз, тромбоцитопения, повышение соя, гипопротеиномия, азотомия, повышение ЛСТ и снижение калия. По рентгенографии тотальный выпад справа, двусторонняя полисегментарная пневмония, эмфизема и пневмосклероз. Изменения на ЭКГ и ЭХКГ, перенесенный инфаркт миокарда. И по данным УЗИ выпад в плевральных полостях, образование плевры, выпад и уплотнение паранефральной клетчатки, как проявление тоже и отёка паранефральной клетчатки вследствие застоя, и хронического пиелонефрита. Итак, как обычно, систематизировать все жалобы по разделам, это наш первый способ правильно поставить диагноз. И вот допустим, у пациента берём одышку в положении лёжа. И, кроме того, при данных осмотра мы видим, что у пациента ещё есть отёки нижних конечностей. Инструментально мы видим, что выпад больше справа. По данным ЭКГ и ЭХКГ тоже есть изменения. Нормоцитарная аномия имеет место, как возможно проявление аномиохронических заболеваний, азотемия и повышение АСТ тоже в рамках застоя. И тогда у нас получается ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, декомпенсация сердечной недостаточности и вполне подходящий диагноз. Правда, это у нас пойдёт конкурирующим заболеваниям. Но это не объясняет высокого лейкоцитоза достаточно. Тромбоцитопения не объясняется этим. Повышение СОЯ на фоне пневмонии, допустим. Но всё-таки сердечная недостаточность, что-то ещё должно быть. Кроме того, опять же, затруднение глотания. Кахексия, если это рассматривать в рамках терминальной сердечной недостаточности, возможно, но это не был пациент такой. У него не было асцита. Выпад в плевральных полостях у него больше обусловлен всё-таки метастатическим поражением, а не сердечной недостаточностью. То есть там была НК2Б, да, но до кахексии там ещё далеко. НК3 ставится, когда идёт уже необратимое повреждение внутренних органов с кардиальным циррозом печени, с атрофией внутренних органов. То есть не совсем это идеально подходит для того, чтобы мы уложились в диагноз. Изначально пациенту был вообще поставлен диагноз Хоббл. Ну хорошо, у пациента был малопродуктивный кашель с мокротой. Был. Но мокрота не была прям жёлтого цвета. Больше она была всё-таки слизистой. Двусторонняя пневмония или катос, это укладывается. Но, как мы помним, у пациента выпад был больше справа. Это не укладывается в Хоббл. И Хоббл это вообще заболевание, которое не должно протекать с плевральным выпадом. Только если у пациента присоединяется ещё и лёгочное сердце, декомпенсированное, тогда можно об этом говорить. Но обычно это пациенты всё равно ещё с сопутствующей кардиальной патологией в виде постинфарктного кардиосклероза. Просто так выпад при Хоббл – это казуистика. По данным ЭКГ и ЭХКГ не было описано ни гипертрофии правого желудочка, ни изменений такой высокой лёгочной гипертензии, чтобы спровоцировать вышеописанные изменения. Нормоцитарная анемия. Все вы знаете, что при Хоббл характерен эритроцитоз, а не анемия. То есть уже нужно было сразу подумать о каком-то злокачественном процессе. Азотемия, повышение СТ, повышение СОИ. СОИ тоже не характерно, чтобы повышалось при Хоббл. И гипопротеин эмия. Хронические заболевания, такие как Хоббл, это уж скорее всего фактор риска тогда для развития амилоидозов, например. Хроническое заболевание, хроническое воспаление и амилоидоз, но при этом не будет гипопротеин эмии. Получается, Хоббл изначально совсем не укладывается в эту клинику никак и ни при каких условиях. И вот следующая упорная многолетняя боль в эпигастрии после приёма пищи. То есть пациент нам сам подсказывал, где у него проблема, что не надо искать где-то дальше, например, в лёгких прям сразу. То есть это был очень поверхностный осмотр, изначально очень быстрый. То есть вот пневмония, вот скорее всего Хоббл. Даже ни слова не было написано про то, что курит пациент, или у него какие-то факторы риска были для развития Хоббл. Нет никаких данных. И потом этот диагноз просто дублировался в истории болезни, что не совсем идеально. Значит, чувство кома в горле, затруднение глотания твёрдой пищи. Плюс гипопротеиномия, повышение соя, лейкоцитоз, нормоцитарная анемия, рак желудка в анамнезе, герб в анамнезе и метастатическое образование на плевре. И с учётом того, что у пациента уже был оперирован желудок по поводу онкологического процесса, можно предположить прогрессирование заболевания, или же всё-таки это будет проблема с пищеводом, потому что всё-таки жалобы характерны для изменения и проблем именно данной локализации в пищеводе. Вот. Поэтому вполне можно было поставить диагноз, но с учётом того, что всё-таки пациент был достаточно тяжёлый, и после госпитализации его сразу отправили в реанимационное отделение, где его состояние динамически отслеживали, но, к сожалению, идеально выполнить все процедуры по тяжести состояния уже было достаточно трудно. Поэтому доктора, конечно, могли более тщательно при первичном осмотре собрать диагноз. Даже они достаточно собрали анамнеза для того, чтобы поставить правильный диагноз, но чуть-чуть не докрутили. Следующее. Выделить несомненные и значимые заболевания. Артериальная гипертензия и постинфарктный кардиосклероз, которые постоянно исчезали из диагноза. Дальше. Какие могут быть осложнения? Ну, при данном наборе самое простое и самое явное это хроническая сердечная недостаточность. Что может при этом послужить смертью? Аритмическая смерть, пароксизм фибрилляции желудочков, который заканчивается летанием. Отёк лёгких на фоне декомпенсации длительно прогрессирующего нарастания жидкости. В итоге декомпенсация с развитием острой сердечной недостаточности и летального исхода. И тромбоэмболия. Тромбоэмболия даже почаще. Да? Может быть, конечно. Или же это всё-таки рак желудка или гастроэзофагально-рефлюксная болезнь с перерождением эпителия. Дальнейшее – это онкологический процесс и дальше прогрессирование данного заболевания. Вот в этом случае две дороги вполне очевидные, которые в итоге и привели, к сожалению, к летальному исходу пациента. И давайте сейчас посмотрим каскад патогенеза аденокрацинома Боретта, который в итоге и выявили у данного больного. Да, мне бы хотелось бы ещё раз заострить внимание на осложнение ГЭРБ, потому что нередко протекает субклинически, нередко диагностируется поздно. И вот патогенез, вот вся цепочка от самых первых изменений вот этого неэрозивного эзофагита и вплоть до развития рака пищевода, аденокрациномы, она ещё тоже носит название аденокрацинома Боретта или Боретта, вот такой каскад патогенеза, сейчас в моде вот такие каскады, после того, как Корея впервые такой каскад для хронического гастрита опубликовал, вот мы рисуем такие вот схемы для того, чтобы понять патогенез. На что бы мне хотелось обратить внимание наших слушателей. Вот морфологически, патогенетически, в общем-то, я думаю, всем понятно, что по мере утяжеления повреждения слизистой оболочки пищевода рано или поздно возникает определенная группа мутаций, определенная группа клеточных изменений и возникает железистая метаплазия, то есть на месте плоского эпителия формируется железистый эпителий, не будем говорить о том, насколько это там хорошо, плохо, но вот формируется железистый эпителий, дальше накапливаются генетические мутации в условиях хронического воспаления и участие пациентов это приводит к озлокачествлению, к дисплазии, это вот первый тревожный звонок уже серьезный и дальше вплоть до рака. Что хочется сказать, глядя на вот этот каскад? Дело в том, что жалобы нарастают у пациентов до момента развития вот этой вот железистой метаплазии. Дело в том, что очень, вот, к сожалению, плохо то, что вот при эзофагите, вот при неэрозивной болезни жалобы все больше и больше. И изжога, и болевой синдром, и вне пищеводные проявления активные, а вот когда развелась железистая метаплазия и в том числе кишечная метаплазия, то есть вот тот самый предрак, жалобы могут уменьшаться. И у больного наступает кажущееся благополучие. И вот это на такой же тревожный звонок, как и увеличение жалоб. То есть болевой синдром уходит, изжога уменьшается, и кажется, что наступает, в общем-то, состояние такое облегчение, а на самом деле, как раз вот тогда и возможно возникновение предопухолевых вот этих изменений. Но, к сожалению, у нашего пациента сохранялись данные жалобы до самого конца. И был такой исход. Итак, наиболее частые заболевания. Все попало в нашу сетку, вам уже давно знакомо, 61-74 года, сердечно-сосудистые заболевания, и онкология как раз делят между собой первое и второе место. Ну, в нашем данном случае они были поменены. На первом месте была онкология, на втором сердечно-сосудистые заболевания. С учетом того, что у пациента не было ни описания никакой зависимости, ни алкогольной, ни никотиновой, конечно же, писать ему было Хоббл, как минимум неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok